ребята всем привет меня зовут энди муфты на моем канале и я поздравляю нас с выходом очередного видео по игре лето 58 года просто праздник какой-то и мы прям начинаем сейчас прям начинаем сейчас и иногда люди выдумывают то чего нет им кажется что какая-то сущность управляет их разумом и их жизнью они совершают ужасные вещи от которых можно сойти с ума я не верю в паранормальные явления верю что в бедах которые совершают люди виноваты они сами или те кто их до этого довел и для того чтобы вы поверили своим глазам а не выдумкам я снял разоблачительные видео о паранормальных явлениях в двух домах которых по рассказам людей творилось безумие меня зовут алекс мордан и мы начинаем давай начинать алёха я прочитал спасибо когда она сама я чунил это я через камеру до смотрю с режима ночного видя потому что слева вон вайты теле приближение короче говоря режима приближения я обшарил все углы но так и не нашел никаких доказательств подтверждающих паранормальную активность в этих домах теперь я следую в заброшенный пионерский лагерь в россии по просьбам своих подписчиков кстати говоря чтобы выяснить правдивы ли слухи о которых столько лет говорят местные жители говорят что в этом месте есть призраки погибших людей от рук одного проживающего его самого так и не нашли тела тех людей тоже не найдены местные жители обходят это место стороной а те кого коснулся этой трагедии они дают открывать двери этого здания в память погибших и пропавших я приехал в россию чтобы разобраться с произошедшим выяснить правдивы ли слухи и найти этому доказательства соблюдая свою традицию я заколачиваю за собой двери здания чтобы не было соблазна покинуть его я постараюсь здесь на несколько ночей записываю репортаж собой у меня видеокамера спальный мешок рюкзак с вещами и еда то есть ты так заколачиваешь дверь что не можешь прям потом доски оторвать ты титановой сваркой заколачиваешь алё чувак смысле я слышу как ты заколачиваешь прям серьезно гвозди у тебя видимо там метровые а лодинг лодинг это не название игры это переводится загрузка всем здорово эмикогеймс представляет что-то у нас было уже от эмикогеймс day to day по-моему от дня в день хорошо довольно красиво все смотрится это детский лагерь да он сказал мусор в раковину не бросать оба то есть то есть доски ты умеешь отколачивать то есть нет проблем погей отколотил зачем а есть инвентарь это не хоррор энджин потому что инвентарь на тап не нажимается хорошо это уже приятно хоррор энджин уж более более больно сильно похожи друг на друга игры а тут видимо какое то есть отличие чё я сюда запьет радохлая ворона ничего необычного она в унитазе она может водичку пьет потом встанет и полетит по своим делам не надо на это обращать внимание уважайте труд уборщиц не срите суки белый дом о черная записка вообще тоже белая я не понимаю что здесь написано мне нужно воспользоваться моим русско английским словарем чё я понимаю ходят легенды что вблизи этого лагеря был приют для сирот и там жила странная девочка которая боялась воды она не мылась и не ходила на реку однажды старшие девочки решили над ней посмеяться связали ей руки и облили водой она очень сильно испугалась и убежала много дней ее не могли найти и решили что она мертва но однажды ночью она вернулась в пижаме вся мокрая убила всех нахуй кто над ней издевался после этого ее дух в полнолуние является в ванной комнате так игра emica games emica games я не знаю русский китайский разработчик факт в том что он сказал мне нет словаря я не могу прочитать видимо рассчитано то что будут играть американцы а не мы с тобой мы то с тобой все понимаем я не понимаю он говорит нужно взять руки маленькое зеркало и встать напротив большого чтобы получился коридор сказать три раза босоногая леди покажи мне мою судьбу а я взамен отдам свои туфли хорошо а мне типа словарь найти правильно понимаю так это что словарь это кораблик это детская фигурка такая савдеповском союзе много телефон почему а ну смотри 15 рублей 15 копеек стоит чтобы позвонить а вот причины пожара проводка херовая а пожаре медленно сообщите 01 о шо это это комера комера норму тихо что светло не надо ничего включать так комеру взял англо-русский словарь хорошо я делал перевод не в русских книг в коллеги по при помощи перевода взял с собой русский слова нашел на местном рынке хорошо это мой шматье кстати говоря декагон я взял с собой спальный мешок так как планирую провести здесь несколько ночей ты псих чувак идем типа переведем записки которыми типа не могли прочитать нужно нужно взять маленькое зеркало прекрасно наверное девочки в россии любили гадать лагерях и верить существование всего паранормального девочки в америке не любили гадать да мы смотрели в америке тоже гадают только так ходят легенды что вблизи этого лагеря выбрать для серу я только что это все читал и шо я это все сделал для того чтобы скрипты сработали типа я взял типа я перевел потому что возможно она так требует новая комната привет противодоски могу снять мы же видели что я умею снимать доски я я очень неплох с этим хорошо не могу что здесь противогаз а могу приблизить например не могу могу на е и на е же отдалить хорошо причем приближать могу выключатель бери не берет причем приближать могу только в режиме кто-то кормил тут кошака я слышу где-то мурчит кошак это какой-то кролик кошак кошак я люблю кошаков класс все если в игре был кот значит игру создали не зря куда он смотрит кот хочет птицу съесть но тут все так заколочено досками это я заколотил то есть чтоб тупо не сбежал даже через окно может быть может быть я такой дебил я такой дебил хорошо о чем делать котом кот смотрит стену это нет ничего необычного коты часто сидят и смотрят стену что тут такого пойди посмотри где-то сейчас твой код найди его на кухню наверно сидит и смотрит стену что-то я не заметил да что мне здесь делать он сказал просто пришел сюда остановиться на ночь мы здесь что-то могу взять о зажигалка зажигалка почти пустая не смогу и пользоваться всегда а может всегда и не надо а где ворона я тегова слушай я тебе говорил ворона попила воды и все и и улетела то есть что есть здесь задерживаться непонятно как она прилетела в закрытое окно но она воду из унитаза пила у нее с головой явно подожди аптечка берем нет иначе ничего не угрожает это очень радует кто-то щемится в дверь обойдите пожалуйста открыто войдите пожалуйста ли хорошо по звуку что немножко определились потому что что там клипировал у меня кто-то бегал кто-то бегал здесь и кто-то что-то скрывал пионер растет смелым и небо спасибо за перевод и не боится трудностей это точно с пионерским звонким маршем мы идем на помощь старше старшим надо помогать вот так и сидит он здесь его то есть ворону съел не он о газетка нормально в 1958 году концу лета родители звонили в лагерь чтобы узнать все ли в порядке с их детьми но никто не отвечал когда они приехали в лагерь никого не обнаружили только брошенные вещи и беспорядок все местные жители помогали в поисках пропавших детей но все напрасно ничего не подсвечено и зажигалка не была подсвечена и словарь не был подсвечен то есть просто ходи слушай только не кота вышел подожди я вижу матрешку о матриона а а а очень смешно обольжаться усмотри заяц переехал за за окно рядом находится действующая военная база это свечи эти свечи могут быть полезны когда наступит ночь спасибо кошек а так ты возьми хорошо я взял свечи когда наступит ночь а этот заяц получается живой да он очень стрёмный он прям но он прям вообще он прям безумно безумно стрёмно и вообще не знаю что с ним делать тихо-то мальчик держит телефон и звонит кому-то ноги ноги нам она игра я знаю ты можешь лучше мне пока не страшно давай давай бросай на меня все что у тебя есть игра игра я не шучу очень газетка это комсомольская правда шо это шо это теория 1946 год толпа народу советского хорошо пусть будет пусть будет пусть лежат я я не против машу не делать о это он сам теперь я могу зажечь свечи а мне надо было сказать что нужно их разместить или что а как их зажечь а вот так просто у меня зажигалка есть все нормуль шо теперь вызываем экзорцист теперь я могу расстелить спальный мешок а окей да хорошо я думал вызываем экзорциста а мы наоборот будем ложиться спать спальный мешок а взял взял то зайдите мать вашу я поговорил же уже нужно готовиться посредине прям комнаты а чё нет окей хорошо ладинг а это не название игры опять же если ты думаешь ночь 1 или ночь хэштег 1 окей окей пусть будет ночь 1 мне что хоть один хоть 10 сколько ночей дадите столько и будет я даже могу погромче сделать раз два три в общем особенность в этой игре в отсутствие интерфейса камеры могу взять в отсутствие интерфейса в отсутствие подсвеченных предметов подожди я сначала сюда опять ворона она преследует у без камеры как хорошо ни крена вообще не видно ой тут куча ворон муж я спал и пердел бывает у людей таких но не у меня во в принципе у людей бывает вот спиши этом ты был в лагере там не знаю где вы там ночуете вместе и вот спиши такой слышит да вот у людей бывал у меня коты так делают я тебе говорю и потом вороны дохнут в комнате в комнате постоянно вороны сидят заяц решил вернуться нас тихо что это блестит стекло заяц решил вернуться на свое место хорошо пусть возвращается стремная очень матрю матреша матреша я не понимаю что здесь написано мне нужно спадать габи а куда ты его дел подожди а пойдем посмотрим бляха муха извините нахрен люди в жопу сука пугаешь меня тварь найдено потенциально нежелательное приложение это мы потом разберемся я шел за словарем не хватает предохранителя а это это сгоревший я понял так берем мой словарь странная честно говоря механика со словарем что ведется расследование об осчезновении детей не сотрудников пионерского лагеря юность который был открыт 1955 году под руководством директора марии анатольевны а подозреваемый в этом деле ребенок проживающий в этом лагере имя яков его шкафчики были на дне улики жертв что с ними случилось и где находится сейчас неизвестно 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 никому неизвестно неизвестно и неизвестно бля ебу извини нужно взять руки маленькая мы читали качеля вроде как ой качели но ты понял херня форме дуги катя саша аня антоша петров моисей петров петров окей так это это сука живая долбанный кролик перемещается короче говоря это типа как в пяти ходишь бесконечно по кругу в одним тем же локациям но каждый раз что-то меняется то есть постоянно нужно двигаться а вы меня здесь заберли кролика нету а кролика то нету а кролика то нету а кролика то нету куда какой-то японская японское ругательство а кролика то нету а кролика то есть а у меня выпустить не хочется отсюда алё гараж а спасибо телефон звонит у меня не 15 копеек или есть шо это было что случилось к это девочка сидела на полу о мой бог моя голова как я здесь оказался нужно найти мою видеокамеру о голубь смотри живой семечки кто-то ему семечек насыпал здесь кто-то был я не понимаю но я понимаю а мне ночью когда люди уснут поздно ночью когда люди уснут не нужно веселье не нужен шум и пустозвон и бубенцы и горечи полны глаза придворные не знает что значит то веселье для шута решает шут что хватит и он в ту ночь надев костюм печальный отправляется во двор короля в душе доска но план тот не провальный не станет больше тут веселье для тебя вот так из детстве по всей видимости берегите руки шо за что дохлая собака какая-то а где мой словарь где мой словарь я же не понимаю русский без словаря а это короче открылась комната как темно нихера не видно а и камеры у меня нет вот так все прикол камера как камера на полу отлично и слабые словарь мой кто-то такой заботливый все сложил на пол взял тебе здесь они рады не раду тебе здесь я вам прям рад я вам прям рад то что ударил меня по голове забрал свечи я должен выяснить что здесь на хрен происходит свечу меня тяпну прикинь нужно постараться включить свет во всем здании свечи сука у меня тяпнул так свет что включить нужно вот сюда не хватает предохранителя найти предохранитель при не понимаю это чувствительность повышен до задано значение отлично чувствительности повыше а то у меня прям мышка упиралась постоянно в конец стола устала есть конец прикинь 20 сантиметровый конец устала так еще одно строение с дугой ага окей что это зачем это мне газета пыш читать не будешь идем это это нужник кстати говоря все надо сходи я пока водил другую комнату я не смотрю ради бога не стесняйся все свои так здесь что-то было очень темно вот так вот было темно это мы смотрели о а что это внизу к это коробка не могу ее взять о могу доски снять ничего себе ничего себе я рукожопой рукасты и точнее они рукожопой хотя одно другому не мешает одно другому не мешай ты явно труп какого-то твою мать нужно осмотреть эту комнату а я сейчас чем занимаюсь по-твоему кто-то поет кто-то точно поет поет где-то там это не человек это собака по ходу это след руки а что ж ты здесь собрался осматрив дружище оба не работает нужно где предохранитель а чё так подожди подожди еще одна птичка невеличко а по коробка и зачем эти все строения с детских площадок однажды в лагерь приехала девочка мягкой игрушкой зайца она везде с ним ходила и даже спала ребята над ней начали издеваться что она как маленькая приехала свою любимой зайкой и подшучивали над ней даже директор просила спрятать зайца в шкаф чтобы не было разногласий среди сверстников девочка послушала ее и убрала зайчика в шкаф и в задушил это зайцы пошли это зайцы пошли я возьму коробку с собой если ночь что-то пойдет не так тогда воспользуюсь лампочками для освещения ты прям такой дотошный да раз ты такой дотошный значит хорошо давай брать все что тебе надо а я взял предохранитель мне теперь надо включить послышалось не хватает предохранителя а я его только что взял ничего как инвентарь инвентарь достать нет подожди не понял я же взял коробку только что ты чё издеваешься надо мной коробка алё я не взял коробку вот дурак вот теперь взял коробку нужно отнести коробку спальному мешку так я сейчас этим занимаюсь ты чё ты не хочешь все нормально все нормально бегают здесь включаем свет хорошо я знаю где я видел включатель очень круто звук сделан он прям вот где где он происходит там там и происходит ну фиг с ним я думаю оставим радио так 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 все скрипит все меня пугает нужно лечь спать скорость темнеет а ну давай он сам сказал я как бы еще в сил полно мог еще ходить и ходить но он сказал нужно лечь спать нужно значит ложимся а ночи два ночь два и как говорил мой одноклассник никто никто два часы становились все в 307 да да я бы сказал в 308 это мы заверяем себе лампочки о могу взять лампочки тихо войдите было закрыто так тут кто-то выползал на четвереньках так вы сейчас меня мурашки немножко побежали что нахрен вы здесь бегаете шо сборная кений полить к олимпиаде готовится вы чё херели папа мэм у вас все в порядке мне все нормально так кого-то утянули в вентиляцию это не повод паниковать это не повод паниковать соберись антон соберись там же есть для вас антон а директор пеннирского лагеря юность мария анатольевна а она пропала как остальные проживающие марии раньше заботилась о детях я приюти для сервис 1904 по 1950 год она была воспитательным и медицинской сестрой которая давала себя только работе а кто-то дышит правое ухо мне дисциплина для нее была важнее всего поэтому родители доверили своих деток угля никого нет я слышал кто-то дышал в ухо мне раньше этой шкатулки здесь не было запято было бы интересно узнать что внутри честно не очень честно не очень коробки были запасные лампочки а шо свет все это время горел хочешь сказать так как бы здесь темень была жопная подожди я испугался не знал что этим все закончится я доверял и верил ей моя подруга аня мне так жаль прости меня за то что не смог остановить это ты о чем ты чем антон не антон яков это яков мы при якова что-то читали уже что он терроризировал весь лагерь по моему взять лампочки заменить а что горел света я ходил с камерой так меня должно было ослепить в таком случае сюда подпрыгнуть он не прыгают а куда сюда а сюда прикинь я слышу пошла вода тепленькая пошла это может смотрели пойдем смотреть на тепленькую прекратилась вроде как ах ты падла ты уже здесь ты очень стрёмный ты на заставку хочешь да но не в таком же свете ах не в таком свете тебя нет что это за шкатулка чё ты бухой а вон на унитазе шкатулка это подлингонует прикур слушай пять из пяти пока что были один из пяти сука один из пяти уходи нахер уходи пожалуйста как он это сделал эмоции настоящие а волосы наверно дыбом стали но не на голове на на голове вообще-то как бы а я попросил бы вернуть то есть мне не надо больше лампочки брать потому что он кладет кладет хер на ваши пугательства он но не я я доберусь до разгадки почему здесь все бегает я тебе говорю не к олимпиаде готовится в токио завтра начинается алё кто-то дышит ибо я бесстрашный по звуку отсюда откуда-то спасибо меня что заперли алё не надо а не пора как бы съёпываться отсюда честно сказать извините за мой французский откровенный но у меня ощущение именно такие это не страшно о записочка мы давно не читали с тобой записочку поздно ночью когда люди уснут не нужно веселье не нужен шут мы это уже читали вот здесь кто-то лазит по всей видимости по вентиляционным решеткам не бей ребенка это задерживать его развитие портит характер к ты задержался с помощью этого ключа я могу открыть шкатулку от 1950 года громкий скандал в приюте для детей сирот медицинская сестра жестоко издевалась над проживающими одна из сотрудников заявляла на решение полномочий принимается решение закрыть учреждение напоминаем что приют был открыт сорок четвертом году в нем проживали дети оставшиеся без людей во время войны смотри смотри тихо бля тихо сука не бей ребенка вот посты же она она что не умеет читать написано не бей ребенка и она получается пила ребенка она била детей сука а шкатулки ключ взял вспомнить бы еще где шкатулка помните здесь дорогой дневник сегодня ежегодный день открытия моего лагеря я готовилась к этому три года для того чтобы это лето не кончалось для меня особенным за эти дни я воспитаю в них настоящих людей но и они мне помогут твари тварь это я тебя добавил она так не писала ночь пятьдесят восьмого это теперь короче говоря в прошлое мы перемещаемся будем от лица воспитательницы играть которая била детей будем пиздить детей это не моя идея не надо после сильной грозы в занятия цвета ахаха зачем бортишь зачем бортишь падла падла не порти не работает короче тот же лагерь на ничего не разлу не разрушена не сломана и нету мерзкого зайца который постоянно перемещает а та же самая кукла стоит сука врачи ставят неправильный диагноз с вами а ему нужно сделать пересадку сердца только это может помочь у меня уже нет сил с ними бороться мы приняли решение больше к ним не обращаться я вылечу своего сына сама чё бы мне это не стоило у него вот такой голос был он на эмоциях потому что а ворона влетела в окно больше это было вороны здесь бешеные короче ведут себя неадекватно ленин язык тургиньо толстого добролюбово что ну смотри значки прикол у меня были такие у тебя тоже кого их не было у всех они были без этих значков никуда в советском союзе я в процессе сиюз не застал но похрен а дети и воспитатели спят не буду беспокоить так а что же мне делать остается стоит столько их беспокоить алю а я чё-то не нашел так товарищ не стой стороне помоги товарищу разобраться в непонятной ситуации товарищ мы должны друг другу помогать советском сою о аня нам нужно бежать это все из-за директора я шпионил за ней она с кем-то разговаривала о чем-то плохом ты должна мне поверить предупреди всех у нас мало времени пока я спрятал я ключи у себя в шкафу мы можем успеть помоги мне помоги мне это кто написал это а не писал какой-то черт вот засранец вот засранец это яков да это яков спрятал ключ от сейфа так одессе сейф сейф должен быть в классе учить грязная сука носу грязный ребенок кто-то дышит может это я дышу ключ за доской сейф они я вижу сейф ведь яков паразит украл второй газовый баллон не смотреть что я здесь делаю в лагерь приехал особенный мальчик яков у него нет родителей родных и он стал моим любимцем ведь он так похож на моего сына ваню как же я хочу его увидеть яков хороший мальчик хоть и не говорит но он все понимает и делает все о чем я его прошу днем мне пришлось 3 с алексеем сергеевичем в приюте где мы раньше работали он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор этот день настал яков не в этом поможет перед сном дети всегда выдумывают страшилки пока вожатый укладывают их спать это поможет их отвлечь ради бога мне нужно распылить сонный газ чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию потом вернуть обратно что мы работали вместе алексеем сергеевичем в приюте для сирот тогда я действовала неосторожно и на меня поступила жалоба директору пришлось закрыть приют меня отстранили от медицинской деятельности сейчас я не допущу такой ошибки ведь о нашей договоренности знает только он я должна продолжать находить ему людей чтобы собирать у них почки что мать твою делать алексей сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца в ванне по всем показателям из медицинской карты яков идеальный донор я подстрою несчастный случай его никто не будет искать чипа шо задумали ты прикинь ты прикинь ты прикинь здорово ты яков яков пал семёныч нужно поставить газы баллон под дверью вернуться в класс короче я сейчас играю за долбанутую тетку которая у детей почки воруют и куда она поставила баллон подставила прям под дверь кинула шланг молодец ушлая сучка почему еще один баллон стоит и а здесь кто баллон включил это не по плану это куплю здорово у нас утечка хочу доложить об утечке малой человек одолжить и газовую маску что-то пошло не так а камера люблю камеру свою а фонарь на камере сейчас не нужно бери фонарь а он больше мне не нужен дневник марии я все таскаю с собой слушай игра то долгая получается ты шо хочешь чтобы я разбила несколько серий не отдавать попробуем в одну ложится чё это такое смотри я еще раз взять взял еще раз акцентирую акцентирую внимание на том что здесь полнейший интерактив отсутствие интерфейса и ничего не подсвечено то есть и тупо ходишь смотришь на все как оно лежит бесит она тебя или не бесит вот смотри бесит меня бумажка а мы уже на нее смотрели это на самом деле не часто такое встречается в играх и мне это нравится это прикольный опа он за дверью кто-то дышит тебе же сказали чтобы ты убирался нахуй отсюда оставь покое-то место я немножко тебя добавил а для эмоционального окраса но ты не обращай внимание заперто за этой дверью кто-то находится прекрасно и шо так а мне шо делать теперь но находится там кто-то а где зайка кстати говоря который здесь попрыгай к постоянно да мы все смотрели руки где зайка собственно попрыгай к я пока в затруднении что за этой дверью кто-то находится и что мне с этим с этой информацией делать я нахрената взял часы а взять в дневнике марии остались пустые страницы можно использовать их чтобы ответить я слышу что он стоит за дверью о как ты приму бума сейчас на черта громко я знаю что здесь произошло позвольте мне помочь вам расскажите мне кто вы он мне по телефону ответит я бля сука стоит те кто-то говорил что ты очень стрёмный заяц кто тебя сделал нахер тебя сделали ты хоть больше не бегаешь это меня немножко радует меня это сильно радует если честно так а что только сказал что ты не бегаешь и ты сразу побежал какая ты тварь ушастая стоит попробовать написать записку еще раз прямо когда вот эти мурашки а еще громче пожалуйста пишешь как я не знаю я прочитал то здесь были убитые люди это вы сделали расскажите мне тогда я смогу вам помочь а пойдет нормально типа я отхожу чтобы он не стеснялся возвращаешься он вытащил записку но он не кладет ее пишем не делать когда уйду еще раз телефон да алё алё пронто пронто ага спасибо меня обвинили но я этого не делал уходи на хуй для эмоционального окраса добавил эмоциональный окрас творческом стиле так сказать очень крутая игра прям я поставлю на один ряд from the darkness from the darkness мне вообще такая прикольная посмотри есть у меня на канале from the darkness тоже там веселье еще то а этому видео не забудь лайк поставить потому что блин ну а как я не знаю что он делает игра неплохая если поставишь лайк этому видео это прям помогает моим каналу развиваться и записывать больше интересных и ужасных игр а я не понял он написал записку я не взял да да я не взял тебя тебя зовут яков ты живешь здесь один уже много лет по-моему кто-то зашел через парадную фух слава богу никто не зашел забирай давай записку козлина тупая всякими звуками меня отвлекает чтоб я пошел проверил вернулся и был ответ да вот и ответ да здесь я могу общаться со своими друзьями мы охраняем это место потому что это наш дом много кто сюда приходил только чтобы ломать наши вещи но друзья мне помогают прогнать чужих я боюсь что кто-то меня увидит и когда скажет что я здесь живу и те люди придут за мной войдите о привет заяц стоит на столе чем всегда разный заяц но всегда стремный кто твои друзья почему они тоже здесь почему бы не спросить он не умеет разговаривать он дух вот поэтому не спросить духе этого места те кого здесь мучили они остались тут заперки в тот день вечером после отбоя кто-то пришел наверное это был тот человек с которым говорила директор но он не нашел меня я думаю что из-за этого он отравил всех проживающих и директора так они уже бегают вокруг дома все это задумала директор лагеря о чем ты говоришь с каким человеком она говорила здорово здорово в маске в маске забирай давай забирай забирай не томи блин тут же будет апогей страха какой-то это будет очень плохо прям а может он уже был ой там сочинение это все она я видел как наша директор разговаривала с кем-то в старой больнице недалеко от лагеря они договаривались о том что ночью выполнять свою работу тогда я понял что это связано с нами но не смог всех предупредить я не видел кто еще там был поэтому потому что испугался и спрятался утром я зашел в здание никого не нашел ее сейфа тоже не было я подумал что тот человек со своими помощниками всех унесли спрятали тела в том здании мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции только иногда выходить из комнаты так ребята у вас такой блин давайте сразу все вопросы решите в одной записке то здание заброшено я смогу туда попасть так ближе к телу уже давайте какой медленный призрак мать его не пойму где шкатулка играет я к больше не отвечает пройти в заброшенный господель нужно оторвать доски от входной двери ну слава богу ну слава богу где шкатулка играть не понимаю по моему за дверью играет да короче яков успокаивается сидит успокаивает себя музыкальной шкатулкой мы не будем больше его дергать мы пойдем в заброшенный госпиталь там все станет ясно там все секреты станут явными все тайны вскроются возможно возможно нет так все четыре минуты ну давай уже я чувствую сейчас в госпитале мы сможем все узнать так долго доски выламывать сколько там досок было там заколочено было все кардинально на 4 пом было уже на 4 нет мне кажется было нет была ночь 1 ночь 2 ночь 58 а сейчас ночь 3 яков сказал что здесь могу найти доказательства давай осмотримся я ого 8000 не слишком слишком круто давай 3200 пойдет это не видимо понадобится да это я задул шальтруист нахер задул я только пришел нужно дизгазать сторон уходить если выключить тогда темно как в жопе у любого человека на цепи прям слушай я взмок я взмок и муж пошел лето и жара 50 градусов его потому что я пугаюсь очень сильно здорово человек в космосе юлексич юрий алексей как вы могли не понял а я слышу кто-то ходит там о ловец нов ловисный не пролезть надо здесь да ни хера алю все закрыто все шкребется я только да подожди только пришел так больше некуда здесь что-то наверху выход я тоже может это увидеть я что-то пропустил походу потому что звук был такой как будто я должен был что-то увидеть войдите войдите так выход уже не вариант о привет шкаф 1946 год после войны десятки детей попадают в приюты после того как потеряли родителей детский дом для содержания и воспитания детей стиль отработал под руководством военных было лишь что-то громко вот вот что-то громко кто-то бегает ну у нас в союзе куклы были конечно никакие ужастики не нужны врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операции по удалению почек директор не знал об этом но и не смог дальше возглавлять свою должность детский дом закрыли здание было заброшенным эта дверь ведет другой коридор меня с собой рюкзаки есть болт болгарка я могу срезать все цепи найти где спрятать бля у тебя болгарка была с собой все это время ты чем молчал вашу выход голожопый козел точно кения бегает это место меня не отпустит я должен закончить то что начал так я не пытаюсь уйти слишком много скримеров уже переборы пошли ребята я просто говорю что мне страшно это отличный хоррор в последнее время я и средненький весьма играл не было более-менее на этот прям классный я надеюсь тебе нравится тоже как и мне купи игру подержи разработчика хороший чувак такую тему сделал войдите но подождите я знаю что поступаю плохо но у меня нет выбора я должна спасти своего сына ваню мне повезло что алексей сергей согласился помочь я не должна его подвести никто не должен знать о наших делах ну по-моему все уже стало ясно как бы так а ты о болгаричкой поработай немножко чувак если честно толком не видел что это было поэтому мне было не особо страшно к это конечность видимо ребенка которого вырезали почку и и хватит пожалуйста лязгать я не успела его спасти я не верю этого не может быть это не мой ванечка я спасу его мне нужно срочно найти донора побежали искать донора но вообще-то было в прошлом донора я думаю уже не нашли разве что это анатолий считал донором но я не думаю что он такой благородный если только мы не сделали его донором принудительно что-то лязгает и бесит меня откровенно говоря подожди подожди это что такое хотя у меня есть болгарка нахрен не болтарьез да и болтарьез вот теперь здесь можно пройти кто-то бегает батарея болгарки а вот зачем не болтарьез нужен не знаю доживу ли я до утра потому что сегодняшнего смена не дает мне покоя я хочу отсюда сбежать но тогда мне не заплатят я слышу голоса как будто я здесь не один мне показалось что я видел женщину вернее силуэт или тень она прошла сквозь шкаф стену я боюсь идти за ней отодвигать шкаф не хочу проверять правда ли это или может это все мое воображение которое обострилось после стакана водки скорее всего в любом случае там висит висит какая-то подделка из перьев и паутины я такие нигде не видел выглядит они жутко да и пахнет оттуда как будто мертвичиной ладно выпью еще стакан и лягу до утра спать но мы видели ловит снов это и есть подделка вот как туда зайти только непонятно бабка какая то что лишь это было врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами а это мы че мы это че читали а разве не здесь был шкаф кулит на речный клеток я запрещен спасибо в очень гостеприимны это дети без почек бегают через год после забытия 50 году здание переквалифицировали в больницу но при сокращении бюджета она снова перестала работать а вот тебе и шкаф здорова 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 как за столько лет ее тело не разложилось пусть тот кто меня найдет почувствует какую боль перенесла мать потерявшая свое дитя я проклинаю все кто не смог мне помочь и я не собираюсь так просто уходить я вернусь а его ты же говорил ты не забираешься уходить ты куда ушла алю это все кости это явно не детские кости это прям взрослые кости упал где выход свидетельство о смерти иван петрович 1 октября 1950 года 7 лет тромбоэмболия легочной артерии это поддельный короче диагноз тут документ от 58 года алексей сергеевич о котором говорила мария ответил ей что не станет больше так подставляться и отказался с ней работать тогда каком деле шла речь и с кем она разговаривала когда я видел яков есть еще кое-что документ свидетельство о смерти это ее сын иван он умер 850 года видимо она не вынесла этого и сошла с ума она так хотела его спасти что потеряла связь с реальностью бедная женщина а я что-то еще в шкафу не взял а я как бы ну вообще больше ничего не вижу а подожди это вижу это ну уж красивый нож в голове был у кого-то нужно убираться отсюда как можно скорее согласен с тобой братишка согласен с тобой еще теплой шутяш нож воспользуйся им бога ради не хочу по сторонам смотреть честно давай просто свалим отсюда по моему мы уже все выяснили твои подписчики будут довольны чувак три недели спустя окей мы вернулись заяц привет заяц ты как без меня заяц я так по тебе скучал заяц это бабка меня вообще достала заяц ты лучшее что было со мной у разработчика странное представление о звуке письма привет яка больше не нужно бояться что тебя найдут и обвинят в том чего ты не делал я обо всем позаботился о том что ты не делал ты живешь со своими друзьями я никому не рассказал охранять и дальше это место теперь это по праву только ваш дом твой друг алекс мортон редко в ужастиках позитивная концовка я рад что это расследование получилось таким интересным и уникальным мне удалось разгадать тайны 58 года и помочь якобы обрести спокойствие и свободу об этом вы можете прочитать в моем блоге но не нужно но нужно двигаться дальше я отправляюсь еще одно место с ужасной историей где ранее проживали ведьмы и там у меня будет необычное дело об этом я расскажу позже тебе м они да возможно слушай дружище как там эмика геймс я буду ждать я буду да многие будут ждать этот чё я уверен хоррор зайдет всем страшно было было страшно интересно было было интересно красиво было было местами локации такие советских эмика геймс о слушаешь не говорил этот day to day day to day от дня к дню там вот этот дом и там купили в демоверсия тоже у меня есть на канале можешь посмотреть day to day day день to day to day вот эту игру найти еще на канале и from the darkness зацепи сразу классные игрушки которые которых есть чем заняться есть чтобы пугаться очень громко музыка орет ты меня не слышишь на финал очки да раз два три теперь ты меня услышал я надеюсь ты понял что нужно посмотреть from the darkness и мы с тобой увидимся в очередном прохождении какого-нибудь ужастика либо какой-нибудь бредятины либо какой-нибудь многосерийной игры либо перевода всякое бывает на моем канале меня зовут энди муф я рад что смотрел это видео надеюсь на тебе понравилось и увидимся с тобой в новых видео до встречи пока вот я Мне нужно было дождаться человека, который купил этот дом Но после его приезда, через несколько дней, что-то пошло не так Это место перестало быть безобидным Я здесь в ловушке Я не думаю, что женщина из приюта в России могла привязаться и последовать за мной Этот дом обладает маятником для таких, как она А что, если и другие духи проследовали за мной? Может, поэтому в тех домах я никого не нашел? Мне чудом удалось сбежать из этого заброшенного детского дома Но в том, что я сейчас освобожусь, не уверен Нужно постараться выбраться и предупредить того парня, что здесь оставаться опасно Так, а я думал, как бы уже конец Вы чё, ребята? Нож Нож, который я нашел Это, походу, дело с ведьмами, да? Вот это вот Кто-то ходит О, ёб твою мать Женщина, вам помочь? Женщине не помочь У женщины всё схвачено Чё, твою мать? Продолжение следует И вот продолжение как раз в Day2Day А Day2Day демку ты можешь посмотреть на моём канале уже сейчас Мы в неё играли несколько месяцев назад И, видимо, продолжение будет там Эти истории, оказывается, связаны Кто бы мог подумать Меня зовут Энди Мун Спасибо, что смотрел это видео Не забудь поставить ему лайк Это помогает моему каналу развиваться И вскоре мы с тобой увидимся снова До скорой встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok